Теперь вернемся к нашему фрагментику. Я напомню, что у нас за проблема здесь обсуждалась. Мы начали изучать вариант приобретения женщин с помощью документа ШТАРа. И удивительным образом, почему-то первый вариант, который нам предлагают, это битхам и кудешит ли, битхам и уресит ли, битхали линку. То есть человек пишет, собственно говоря, этот документ. Он пишет не самой женщине, а ее отцу. Ну, как мы увидим чуть позже, понятно, что речь идет про ситуацию, когда женщина является несовершеннолетней. И тогда, собственно говоря, понятно, что те души насуществляются через посредство ее отца. Удивительно, правда, то, что Талмут с этого начинает. Вроде бы это как раз должен был быть, например, второй рассматриваемый случай, не первый, но тем не менее рассматривает его первым. Может, мы даже как-то попробуем понять, почему позднее, но в любом случае это пишется. И после этого, после того, как нам это было предложено, там было высказывание, там была предложена некая трудность, которую сформулировал Раби Зейра Бар-Мемель. Он говорит, что этот документ, он не похож на документ купли-продажи. С другой стороны, с какой стороны, можно было бы сразу его прервать и сказать, почему он должен быть похож. Но тем не менее, он полагает, что здесь тоже происходит своего рода купли-продажи, пусть в неком переносном смысле, но в любом случае документ, коль скоро у нас до этого речь шла о деньгах, то, видимо, все-таки здесь имеет место некий акт купли-продажи, пусть иносказательный, пусть в переносном значении, но тем не менее. Вот он говорит, что этот документ не похож. Почему он не похож? Потому что в обычном случае, когда осуществляется купли-продажи, то продавец пишет этот самый документ, то есть выписывает своего рода квитанцию покупателю. Мое поле продано тебе, чтобы этот человек с этой квитанцией мог, с этим документом, он мог владеть как бы этим полем. А здесь все наоборот. Вроде бы тот, кто приобретает, он же и пишет документ. Продает себя как бы или передает себя во владение мужа. Женщина пишет документ почему-то ее муж. Это вот этому самому про Безеири Баруфе Мемелю непонятно. На это у нас был ответ. Это все мы читали. Это я просто повторяю, что мы еще раз вошли в курс дела. На это право говорить, что возможно, что здесь речь идет о том, что есть различия в самом писании, описываемых ситуации. И само писание указывает на то, кто в том или ином случае должен писать этот самый документ. Ну, например, когда речь идет о продаже земельного владения, то там написано И получается, что там продавец действительно пишет вот этот самый документ, потому что именно продавец указан в писании, а не покупатель. А в этом случае, в случае женихбы написано КИКАХ, то есть если возьмет мужчина женщину, то здесь, поскольку подчеркивается тот, кто берет женщину, то именно он и должен писать. То есть это отдельный, конечно, вопрос, почему, собственно говоря, такое подчеркивание Торы субъекта действия, оно же, собственно говоря, является с точки зрения РАВы и тем, что определяет того, кто должен писать этот документ. Ну, на этот вопрос можно ответить, да, то есть Тора показывает субъекта действия, наиболее активного, наиболее активный субъект действия, собственно говоря, и осуществляет акт купли-продажи. Акт купли-продажи осуществляется с помощью документов. Хотя на самом деле, конечно, не там, не там, ни когда человек продает свое владение, ни когда он берет жену, ничего про документ совершенно не сказано. Но, коль скоро мы каким-то образом уже выучили про документ, да, это у нас было раньше, да, теперь мы полагаем, что документ, который присутствует и в акт купли-продаже, и в актике душин, он приписывается тому, кто является наиболее активным, то есть подчеркнутым писанием субъекта. Напомню, что когда мы посмотрели контекст вот этого стиха из Ирмияу, когда продает, значит, человек свое владение, то мы увидели, что там контекст такой, что он продает его на самом деле не навсегда, он продает его максимум на 50 лет или 49, то есть меньше, чем 50, потому что на юбилейный год она все равно возвращается, и поэтому здесь в каком-то смысле он продает нечто, что принадлежит ему и продает в любом случае на время, а не навсегда. И можно было бы сказать, что в этом, собственно говоря, праздница, да, хотя мы могли бы сказать, что все равно все временно в нашем мире и так далее, но тем не менее, да, то есть там вот эта продажа определяется как временная. Ну хорошо, и Гемара с таким объяснением не соглашается, вот нам говорят как раз, да, Гемара с таким объяснением не согласна и приводит нам, на самом деле, другие стихи писания. Какие же? Тора говорит о купле-продаже. Это, кроме всего прочего, написано, что Садот, Бекесов и Кну, то есть поля за деньги приобретут, и тогда получается, что подчеркивается как раз тот, кто приобретает, и раз подчеркивается тот, кто приобретает, то он является активным субъектом. Тогда получается, что не с этим связано то, кто выписывает документ. Вот здесь, пожалуйста, сказано как раз икну. Икну, то есть это те, кто приобретает, а не тот, кто продает. А с другой стороны, дальше Гемара на это отвечает. Но на самом деле можно было бы этот стих истолковать иначе. За счет чего? За счет того, что я изменяю огласовки вот этого глагола икну, и могу его прочитать иначе. Если иначе, то тогда будет не как приобретут, а читай, будут проданы, то есть будут даны там. То есть будет сделано так, чтобы те их приобрели. И тогда это будет действие продавца. То есть таким образом можно, меняя огласовки, объяснить вот такого рода несогласованность. То есть можно было бы. Но на самом деле, тогда, говорит Гемара, если я уж меняю огласовки, то я могу изменить огласовки в слове иках. Потому что где сказано в иках ишиша, позже можно поменять огласовки. И тогда получится, что если даст, имею в виду, что если отец даст возможность приобрести мужу свою дочку. И поэтому написано «эд бити на тате ли иши». И вот написано, что я свою дочь дал ему в жены. И тогда получается, что действие зависит от отца, который является продавцом условным, а не от мужа, который является покупателем. И именно он должен в таком случае писать этот самый документ. То есть что получилось? Получилось, что сначала вроде бы нам попытка была объяснить различия между приобретением поля и приобретением женщин, так сказать, на основе писания, на основе вот тех стихов, которые мы видели. И, как я уже подчеркивал, на самом деле возможно, что в этом не заключалась, конечно, задача, по крайней мере, редактора того мода, редактора этого фрагмента. А его задача заключалась в том, чтобы включить в каком-то смысле в оборот вот тот стих или тот контекст, который мы видели, включение этого стиха или контекста с полем, по сути дела делает что? Делает, устанавливает некое соответствие между приобретением женщины, приобретением поля и это с одной стороны некое уравнение, некое сопоставление, а с другой стороны есть определенное противопоставление, если говорить о том, что поле продается, поле всегда уже принадлежит тому, кто его продает, то есть он продает его временно, а приобретение жены является вроде бы невременным, если не считать того, что есть развод, возможно, прочее, и прочее, но так или иначе само приобретение это все-таки приобретение, которое является приобретением условно-вечным, условно-вечным, а не тем, что нужно вернуть отцу, то есть если опять же речь идет о том, что отец выдает свою дочь, но мы видим, что на самом деле этот фрагментик, видите, он не случайно пришел в итоге к тому, что свою дочь отдал я этому человеку, потому что училась, теперь, что как раз вроде бы действительно именно об этом идет речь, когда два субъекта действия, это муж и отец несовершеннолетней девушки, а не мужчина и несовершеннолетняя женщина. И вот этот стих, что дочь твою я дал этому человеку, по сути дела опровергает возможность с помощью писания доказать то, что действительно есть отличие. Отличие это связано с употреблением в писании определенного рода слов и подчеркиванием главного субъекта действия. Вот это объяснение не прошло. То есть мы, мне кажется, что мы как раз на этом и остановились. То есть это объяснение не прошло, оно в каком смысле отвергнуто тем, что можно, на самом деле, было бы поменять огласовки, и тогда было бы хорошо, нет, и поменять огласовки тоже не получится, потому что, в общем, можно поменять огласовки тогда уже и там, и там. И, по сути, получается, что из писания мы вывести это не можем. Ну, хорошо. И теперь мы здесь как раз остановились. И на это Раф говорит, что да, историю это вывести нельзя, но это некая Аллаха, которая была получена Моисеем на горе Синай, но эту Аллаху как бы мудрецы нашли косвенное, как здесь пишут, в переводчике, косвенное подтверждение в стихах писания. Почему косвенное? Да, на самом деле, ведь здесь используется слово, которое однокоренное со словом «асмахта» «вы асмехингу рабанан акраи». «Асмехингу» это буквально соположить или приложить, или подтвердить, поддержать «лисмох», вы говорите «могу ли я лисмох?» «Айманиахон лисмох?» «Алеха?» «Могу ли я на тебя положиться?» Слово «лисмох» и «сомех» это либо соположение, либо поддержка определенная. Так вот, слово «асмахта» оно употребляется на самом деле в Калмуде очень широко, и когда у меня есть те или иные ссылки на Писание, когда говорится «шенайма», как сказано в Писании, то в общем-то это и называется «асмахта». И это есть не что иное, как подтверждение Писания. Но в данном случае вроде бы раба употребляет это слово несколько иначе. То есть «асмахта» это не то, что базируется на Торе, а это то, что базируется на законе, который передан Моисеем на горе Синай, а потом как бы стихи к этому подтянули. Ну, для красоты подтянули, потому что на самом деле из стихов это не следует. Ну, видите, здесь длинное пояснение такое, другими словами, для документа купли-продажи найдено подтверждение в стихе и продаст из своего владения. В этом случае активной стороной является продавец. для документа кедушин стихи, если возьмет мужчина, и в этом случае он является активной стороной, поскольку так Моисеем получил на горе Синай, но не надо учить, кто составляет документ из стихов. То есть из стихов это мы не учим, мы учим это как бы согласно устной традиции, а стихи присовокуплены к этому для красоты. Но, как я уже сказал, вот это само слово Ваасмехингу, оно немножко путает, потому что, вообще-то говоря, любая Асмахта это изначально как раз то, что мы учим из стихов писания, а не иначе. Ну, еще раз я повторю то, что уже много раз говорил, зачем вот это была петля такая сделана, потому что было бы сразу сказать, просто такая лоха, вот в этом случае пишет муж жене документ, а в случае продажи пишет продавец. Это нужно для того, чтобы, собственно говоря, ввести в разговор вот те стихи писания и косвенным образом сопоставить поле и женщину. Поле и женщина, они сопоставляются метафорически у нас это не первое, а может быть как раз первое сопоставление с полем. По-моему, до этого у нас не было, у нас были сопоставления с рабом, у нас были сопоставления с женщиной, ждущей либератный брак и так далее. А вот с полем в каком смысле это впервые сопоставляется, это сопоставление здесь не полное, но тем не менее оно здесь присутствует и собственно ради этого сопоставления с моей точки зрения, это не то, что я думаю всеми будет принято, что ради этого сопоставления, но как мне кажется, ради этого сопоставления и был приведен вот этот скажем так экивок, то есть когда раби Зейра Бармемель поставил трудность, эту трудность в каком смысле разрешили очень просто, но тем не менее попытались разрешить не просто с помощью писания, с помощью писания этого сделать не удалось. Другое объяснение, выебай тейма, а хочешь скажи и по-другому, а по-другому как? По-другому можно сказать следующим образом, гатам намик вейках цифир гаммикне вейках цифир гаммикне это у нас где написано? Это написано в том же стихе из Ирмияу, то есть 32.1 давайте мы все-таки откроем, хотя в прошлый раз мы уже открывали этот контекст, давайте еще раз посмотрим туда и увидим продолжение этого стиха. Я думаю, что у всех есть, надеюсь очень, что у всех есть соответствующие тексты в том или ином виде электронном или бумажном открыться второе новое значит так здесь говорится и написал я купчую и узнал я, что есть слово Господне и купил я у Хананеля сына дяди моего поля и отвесил ему серебро семь шекелей и десять серебряных и написал я купчую то есть получается, что я что я купил я написал и запечатал и поставил свидетелей и взвесил серебро на весах и взял и взял купчую как запечатанную содержащую условия и правила так и открытую и отдал я эту купчую баруху сыну Мэрии сыну Михасии на глазах у Хананеля сына дяди моего на глазах у свидетелей писавших купчую на глазах у всех людей сидевших во дворе стражи здесь в этом фрагменте у нас вроде бы пишут купчую как раз пишут документ кто пишет документ тот кто покупает а не тот кто продает хотя у нас говорилось махар махар это тасаде мяхозато махар мяхозато это было из книгевой икра а потом нам приводился уже фрагмент из 32 главы выше это 44 стих видите здесь ибо так сказал Господь я навел все это великие обидственные народы этот не спошлю я им все то благо которое я изрек о них и буду покупать поля в стране этой о которой вы говорите это пустыня имеется ввиду когда народ Израиля вернется на свою землю и будут покупать поля за деньги и писать купчи и запечатывать и выставлять свидетелей и так далее да то есть еще раз здесь говорится о том что они будут покупать поля за деньги и писать купчи то есть покупатель будет писать купчи и тогда получается что в общем изначальный вопрос этого Безеры Вармамеля в ходу того что вроде бы нет соответствия обычно пишет продавец а в данном случае когда человек берет себе жену пишет вроде бы покупатель и отсюда вроде бы вот у нас различие различие у нас собственно говоря с него все началось и потом приводили вот этот пример и будут покупать поля за деньги это было как противоречие тому что пишет продавец а не покупатель но мы с вами прекрасно поняли собственно говоря весь этот калейдоскоп цитат он состоит в следующем он состоит в том что когда в книге Вайкра говорится о продаже продавец продает свое поле владения ахуза то он продает на время до юбилейного года или пока кто-то не выкупит а здесь в 32 главе Ирмиаву происходит что происходит то что народ Израиля возвращается в свою землю и уже покупает это в каком смысле навечно потому что это возвращение народа Израиля на его землю и вот это возвращение народа Израиля на его землю как раз можно получается сопоставить вот сейчас нам говорят правда приводя стих не 44 а 11 тем не менее сама вся глава она говорит именно об этом там приводится просто отдельный пример написание Купчи но тем не менее можно сказать что таким образом происходит в каком смысле вечное владение так же как муж овладевает или да жена переходит его владение в определенном смысле навечно так и вот эти поля которые будет покупать народ Израиля они переходят навечно и тогда получается что пишет документ тот кто собственно говоря собирается навечно нечто приобрести поэтому в этом возможно разница и вот сейчас нам как раз говорят что сначала вроде бы отвергли да а теперь что можно выучить из писания а теперь вроде бы говорят что ну ладно в общем если хочешь конечно можно сказать можно сказать и так что вот из этого стиха вот здесь отсюда видим что акт продажи связан с продавцом потому что будущий покупатель имер меня сказал себе я взял то есть принял документ написанный продавцом его двоюродным братом ханамелем так в том что касается публипродажи нам говорят продавец пишет документы дает его покупателю однако в случае кедушин мы выводим из стиха если возьмет мужчина что документ пишет муж но мне кажется что здесь вот этот комментарий он основан на комментарии Раши я предложил альтернативный альтернативный комментарий который на самом деле действительно очень сложно было бы Раши его сформулировать потому что как он сформулировал я его сформулировал сейчас тот кто берет навечно нечто приобретает будь то поле или женщина тот и пишет на самом деле документ а не тот кто продает хотя вы видите что Раши говорит что это еще один стих в котором вроде бы продавец пишет купчу но как мы видели на самом деле это не так то есть там пишет не продавец купчу а как раз вроде бы покупатель поэтому нужно исхитриться чтобы этот стих прочесть несколько иначе ну и Раши собственно говоря это делает потому что так вся вот этот самый ответ он становится в каком смысле проще что значит проще что различие между кедушин и купли продажи оно остается различие а в моей интерпретации получается что скорее между ними есть что-то общее а что-то отлично есть только в том случае если поле продается на время на время когда она продается то тогда это другая история когда она вечно она приобретается то тогда собственно говоря пишет купчу покупатель а не продавец ну можно прочесть конечно и так и так нет никаких оснований да у меня кроме собственно говоря самого контекста писания который мы с вами сейчас увидели у меня других оснований для моего прочтения собственно говоря нет сам сам позволяет прочесть и так и эдак потому что вот это эти слова эла то есть а если хочешь выебай а хочешь скажи так а там намекти ваи кахать циферам там также написано и возьмет он значит вот эту самую книгу продажи то что в русском переводе переводится как купча и возьмет книгу продажи кто там возьмет получается что вроде бы в Ростове там как раз покупатель написал но Рашик говорит что там написал продавец ну хорошо значит это то что мы читали в прошлый раз немножко вот мы не дочитали сейчас мы это дочитали да и мы переходим к следующему фрагментику который начинается вроде бы примерно точно так же как и собственно говоря вся история с документом а именно это то что у нас было да то есть слово в слово то что у нас было чуть раньше да вот учили мудрецы да вот он написал ему на этом Стоят пруты, потому что если стоят прута, то тогда это можно счесть денежным эквивалентом. Нет, не стоит, но он написал за то. То есть теперь слова покупают в каком смысле, или слова написанные, не слова произнесенные, слова написанные. Правда, твоя дочь посвящена мне, твоя дочь помолвлена со мной, или твоя дочь дана мне в жены, неважно, одну из версий. Но дальше есть продолжение, как посредством... Отца ее, или же посредством ее самой. То есть этот документ, написанный на листочке или на дощечке, он передается либо ей, либо ее отцу, и она посвящена этому мужчине. Но еще один момент. Меда-то. То есть она посвящена за счет знания, мнения, или сознания. Можно перевести, конечно, как и согласие. Ее отца. Здесь переведено как сведомо ее отца. То есть вот это да от слова, да от этого понимания, знания и так далее. Вот это да, в данном случае, ну, принадлежит ее отцу. Отец соглашается. Вы ушла багра, и теперь нам как раз подчеркивают. И все это, когда она невзрослая, то есть несовершеннолетняя. Именно поэтому, видите, написано, да, что такие души были сделаны сведомо ее отца. Ну, и Раша добавляет, однако, если она взрослая, старше 12 с половиной лет, то ей не надо разрешения отца. И тогда, конечно, нужно, что не да то, ни его мнение, ни мнение отца, ни согласие отца, а нужно, что ее, нужно ее согласие. Ну, хорошо. Собственно говоря, получается, что в каком смысле-то он дополнил то высказывание, с которого все начиналось. И вот в продолжении этого же высказывания говорится следующее. Бай раби шинон бен лакиш. Штар и русин шехтаво шилоли шма. Мау. Гавает ли циот макшинам? Или же нет? А, нет, извиняюсь, я перескочил немножко. Продолжение того же высказывания такое. Катавла аля наяр, аля хэрис. Афаль пише, эйн боша вепрута. Грей атми кудэшитли, грей атли инту, грей атну реситли. Микудэшит. Беналя дэя вига, беналя дэя цма, ми да ата. Да, то есть дополнение такое, что он все то же самое происходит, только он пишет не отцу, а пишет ей. И говорит мне в третьем лице, там, твоя дочь будет мне женой, или твоя дочь мне будет посвящена и так далее. А пишет мне во втором лице, ты. Он говорит, да, в этом листочке он пишет, ты посвящена мне, ты мне жена, ты помолвена со мной. Все то же самое он написал. И опять же, может он передать этот документ через него, через отца, может прямо ей отдать. Это как раз не важно. А что теперь важно? Важно дата. То есть там было важно дату, то есть согласие отца, а здесь важно согласие ее. Как здесь переведено, с ее ведома. Выуши багра. Это в том случае, когда она взрослая. Ну, и вот здесь возникает как раз вопрос, который я уже прочитал, перескочив немножко. Баи раби шимом вен лайкиш. Спросил раби шимом вен лайкиш. Следующий. Аштары русин. Шекатаво шилоли шма. Мау. Вот он пишет этот документ. Документ, о котором речь шла выше. Там написано, ты мне жена, или ты мне посвящена, или ты будешь моей женой. И возникает вопрос у раби шимом вен лайкиша, должен ли он написать там ее имя. Потому что мало ли этот черепок он написал на нем. Ну, с одной не получилось, пошел к другой. И так далее. Должен ли он быть написан с указанием ее имени. Это один вариант понимания. Или должен быть написан так, чтобы это было ей посвящено. Ведь когда сказано лишь шма, имеется в виду, что во имя ее. Ну, вот здесь опять же есть комментарий Раши. Давайте его почитаем. Например, мужчина собирается посвятить одну женщину. И для этого посвящение составил документ. Но потом передумал. И теперь хочет использовать документ для посвящения другой женщине. Можно ли так сделать? Здесь речь не идет об указании имени. Раши так понимает, что речь идет не о указании имени. А о том, что сама эта бумажка пишется в присутствии свидетелей. Или в присутствии отца. Или даже без всяких свидетелей и присутствия отца. А просто этот человек пишет это для конкретной женщины. Зафиксировать мы это как бы никак не можем. Но тем не менее возникает вопрос, должно ли это присутствовать. Вы помните, наверное, те из вас, кто с нами читал трактат Брахудда, то у нас вот эта лишма, то есть она присутствовала. В принципе, само понятие лишма, лилмод тора лишма, то есть учить Тору ради нее самой. То есть это, опять же, нефиксируемая вещь. Никто же не знает, ради нее самой я учу или не ради ее самой я учу. Тем не менее, это вводится в оборот обсуждения. Внутрицами Толмода так и здесь. И видите, здесь длинный комментарий. Ирабиш Иванганлагиш поясняет суть вопроса. Суть вопроса. Давайте мы прочтем Толмуд, потом посмотрим, в чем суть вопроса. А Толмуд говорит следующее. Здесь у нас возникает, собственно говоря, сам Абиш Иванганлагиш. Он ей задает вопрос, поясняет действительно свой вопрос. Он задает вопрос, нужно ли ничего? И он говорит, это зависит от того, какой путь мы выбираем в понимании того, что такое вот этот самый документ. Мы его сравниваем с документом развода. Это Гавайот ли Ициот? Гавайот буквально это бытийствование. Да, Ициот это выход. А выход, какой выход? Выход из рамок супружества. А Вайот это как бы нахождение в рамках супружества. Вот нахождение в рамках супружества. Мы сопоставляем с выходом из супружества или нет? Видим, переводчик, приравнять бытия и выход к выходам. Ну, бытие действительно, слово Гавайя в том числе означает быть бытием. Довольно странно так переводить, но хорошо, неважно. Мы поняли, о чем идет речь. И если мы сопоставляем действительно существование в рамках супружества с выходом из супружества, то тогда получается следующее. Получается, что как выход из супружества нуждается в том, чтобы там было либо указание имени. Потому что лишма, конечно, нужно поднять двояко. Нужно поднять как указание имени или как написание во имя ее. Вот если речь идет про развод, то там уж точно. Можно не подразумевать или не указывать имени той, которую он, собственно говоря, собирается прогнать. И тогда, если мы сопоставляем, говорим, что документ кедушин должен быть похож или составлен так же, как документ кедушин, то и документ кедушин должен быть лишма. А второй вариант, если мы сопоставляем вот этот вход в рамки супружества, разные типы входа в рамки супружества один с другим. А какие у нас еще известные входы в рамки супружества? Ну, например, деньги. Деньги у нас были, обсуждались до этого. И тогда получается, Когда деньги он ей дает, это не требует, чтобы деньги были посвящены именно ей. Или, да, там, понятно, не напишешь ее имя никак. И тогда, собственно говоря, получается, что и документ, который он ей передает, тоже не требует вот этого лишма. Мы держим в голове, давайте держать в голове два варианта лишма. То есть лишма можно понять, как указание имени, и лишма можно понять, как то, что сам документ был написан именно для нее, а не для кого-то другого. Безотносительно сейчас, в очередной раз, безотносительно того, каким образом мы проверяем это. То есть закон мудрецы Талмуда формулируют независимо от возможности проверить те или иные субъективные чувства и так далее. Просто есть, а дальше уже будем решать, можем это мы проверить или не можем мы проверить. Но необходимость этого требуется. Вопрос можно? Конечно. Ну, только это самое. Ури, если я отвлекаю от основной темы, то... Нет, нет, вы не отвлекаете никогда от основной темы. Не обращайте внимания. У нас нет отвлечения от основной темы. Да, да, отвлечения. Да, Талмуд требует отвлечения. Хотел вас спросить, вот какой религиоз... Чему вот Кедушин, или вот последние несколько занятий, которые мы слушаем, чему он нас, как религиозных людей, учит? Я понимаю, что после того, как мы внимательно изучим эту книгу, мы сможем поступить на юридический факультет и там неплохо работать. МГУ. Но какой религиозный или гносиологический смысл имеет вот это? И обычно мы с вами напирались на сложность символического смысла того, что излагается в Талмуде. Там какие-то подтексты и так далее. Вот здесь я никаких символических смыслов, ну, по крайней мере, с моим умом пока понять не могу. Да, мы просто пока не говорили про символические смыслы. Да. Вот. Тогда чему нас вот эти разделы Кедушин в общем могут научить? Кроме, ну, некоторого правильного поведения, когда ты хочешь жениться. Ну, здесь нет, опять же, правильного поведения. Здесь, что можно назвать правильным поведением, неправильным, здесь вроде бы не об этом речь. То есть речь не идет о том, как человеку, например, себя держать или что-то в этом роде. Речь идет о механизмах вот этих актов. У нас есть три механизма. Один – деньги, другой – документ и третий – половой акт. И каждый из этих механизмов обсуждается. Деньги у нас обсуждались наиболее продолжительные. Да, у нас был фрагмент с деньгами. И как мне кажется, именно потому, что символический смысл денежного акта наиболее сложен. Мы вполне можем соотнести это с чем-то. Ну, разве что, вот мы говорили о том, что это может, например, символически означать передачу народу Израиля, земли Израиля, как некой ценности. И благодаря этому, собственно говоря, Бог обретает свой народ. Это один из вариантов такого прочтения, который как раз подтвердился в каком смысле. Да, или, по крайней мере, намек на него мы увидели вот в том фрагменте, который сегодня дочитали. Теперь у нас речь идет про документ. Про это мы как раз говорили, что документ проще всего. То есть проще всего говорить о символическом смысле вот этого акта с документом. Потому что Тора – это и есть же документ. То есть получается, что народ Израиля приобретает с помощью документа. Документ – это что? Документ – это Тора, которую Бог передает народу Израиля. И тем самым его приобретает. Кого его? Народ Израиля, как женщина. Теперь здесь, я сейчас не говорил об этом, но здесь как раз очень легко догадаться, о чем, собственно говоря, идет речь. Почему вопрос ставится именно вот таким образом. Должен ли быть этот документ, а именно Тора, она должна быть лишьма? Должна ли она, собственно говоря, быть написанной для Израиля конкретно или нет? У нас есть по этому поводу самые разные рассуждения. Например, есть рассуждения о том, что Бог предлагал эту самую Тору самым разным народам. И ни один из них не принял эту Тору. А народ Израиля принял. И тогда получается, что, в общем, не обязательно, чтобы Тора была лишьма, или Тора была предназначена для народа Израиля. Или нет, Тора должна быть предназначена для народа Израиля. Иначе, собственно говоря, этот брак не может состояться. Вот, собственно говоря, да, то есть простой символический смысл, который лежит в подтексте вот того фрагмента, который мы сейчас читаем. Я просто про это ничего не стал говорить, потому что мы еще не дочитали до конца. Сейчас будут гораздо более странные вещи пойдут, да. Но, тем не менее, вот такой более-менее очевидный смысл. Теперь по поводу вопроса в очередной раз. Марк всегда задает этот вопрос, и он правильный. Мы, собственно говоря, постоянно его должны задавать. А зачем нам все это нужно? Неважно, как религиозным людям, как нерелигиозным людям. Вообще, зачем? Ответ мой, обычно тоже, я всегда так и отвечаю, еще раз отвечу. Это не значит, что не нужно задавать этот вопрос, задаваться этим вопросом. С моей точки зрения, нужно всегда, причем даже, когда мы читаем не только Толмод, но и вообще, что бы то ни было, зачем мы это делаем, зачем нам это нужно. Ответ мой такой, для современного человека, например, религиозного, действительно, возможно, все это не актуально. Почему это не актуально? Не актуально, потому что те символические смыслы, которые мудрецы Толмуда, с моей точки зрения, вкладывали в ритуалы, они в каком смысле испарились? Мы можем их снова обнаружить, мы навряд ли можем их ввести как бы в практику, потому что, собственно говоря, сама по себе такого рода практика и такого рода жизнь, она очень далека от нашего способа существования. То есть можно было бы утопически создать проект возвращения, так сказать, символическим смыслом Толмуда и попытки вложить в каждое мое действие эти символы. И тогда можно было бы сказать, что именно для этого мы изучаем Толмуд, чтобы этой символикой насытить, собственно говоря, ритуальную часть нашей жизни. Потому что ритуал, оторвавшись от символического поля, он становится как бы окаменевшим, без ненаделенным смыслами. Но за время существования еврейской традиции было создано много разных других смыслов. Я уже про это рассказывал, что когда Агада, собственно говоря, была из Толмуда, так сказать, отодвинута в сторону, и еврейская культура сосредоточилась в основном на лохе, то есть на законах, то есть на самих, так сказать, практических действиях, возникла определенная лакуна. Эта лакуна заполнялась, например, философской традицией, каббалистической традицией и так далее. Ну и, например, то есть в хасидизме очень много своих наполнений смыслами ритуальной части еврейской жизни. Они отличаются от того, что мы видим в Толмуде. Но с другой стороны, какие-то вещи, может быть, и совпадают, или, по крайней мере, являются отголосками и так далее. Но чтобы это увидеть, тоже можно и для этого изучать Толмуд. Но, как бы, если ставить скромную задачу перед собой, то изучение Толмуда – это, собственно, и есть попытка увидеть то, каким образом существовала еврейская культура Толмудического периода, ну и увидеть, каким образом она об этом рассказывает. Она рассказывает об этом очень необычным, как мы видим, образом, который отличается радикально от того, что нам известно из нашего опыта чтения каких-то других текстов. И можно как бы пытаться это делать, а можно и не пытаться это делать. То есть в сегодняшней религиозной жизни, еврейской, например, есть… Во-первых, она очень разнообразна, да, есть много вариантов такого рода жизни. Можно по-разному читать эти тексты, можно читать эти тексты, и в Ешилах так их и читают, да, то есть как своеобразные упражнения, как раз связанные с Аллахой. И там, я уже рассказывал, есть своя игра и свой, так сказать, специфический тоже очень опыт обращения с текстом. Ну, вот, собственно, вот ответ, Марк. Не знаю, насколько он удовлетворительный. То есть мне кажется, это интересно увидеть это. Можно ли это актуализировать? Не знаю, не уверен. Ну, вы дали очень остроумное объяснение. Другое дело, что накладываем ли мы, ну, там, я не знаю, как это называется в науке, сетку смыслов на то, чего не… Да, вот где есть намеки на то, что символический смысл действительно вкладывался мудрецами Талмуда. Да, вот намеки на это мы постоянно обнаруживаем. Я как раз на это пытаюсь обращать внимание. Ну, да, вот это мне… Да, когда мы сейчас читали вот этот фрагмент, где появилось поле, которое сопоставлялось с женщиной, это как раз и был тот самый момент. Как он возник, этот момент? Никто нам прямо не сказал, да, то есть в мудрецы Талмуда так не будут говорить. Они не скажут, давайте вот сопоставим женщину с полем. Нет, так они не будут говорить. Они приведут стихи, скажут вот так, вот сяк. И из сопоставления этих контекстов мы можем видеть, что здесь есть намек. Но мы увидим этих намеков очень много. То есть в трактате Кедушин как раз их очень много. И в наших предварительных занятиях, если я правильно помню, я разбирал первую главу Мишны. Уже в первой главе Мишны, да, Мишна гораздо более, как бы, такой лаконичный текст. Но даже в Мишне есть этот символический смысл. Не то чтобы очень легко, но вскрывается. И отвернуться от него гораздо сложнее, чем его не видеть после того, как мы его увидели. И вот то, что мы видели, изучая Мишну, первую главу трактатки Душин, мы видели набор метафор, которым пронизан, собственно говоря, пронизана эта глава. Что это за метафора? Это метафоры различного взаимоотношения между Богом и народом Израиля. Какие? Напомню просто, да. На всякий случай это хорошо бы держать в голове, да, когда мы читаем. Да, на всякий случай, да. В каком-то смысле указывают на разные аспекты взаимоотношений между Богом и народом Израиля, которые воплощаются для мудрецов Талмуда в чем? В практической жизни. Человек покупает козу, он понимает, что это репрезентация определенных отношений. Человек женщину посвящает себе, он понимает, что это репрезентация определенного рода отношений. То есть, как я уже много раз говорил, осуществляется, каждый раз осуществляется определенного рода перформанс, когда вот эти вроде бы бытовые ситуации, они пронизаны вот этими смыслами. Да, еще раз скажу, можем ли мы сейчас, сегодняшние современные люди, поступать таким образом? Я не уверен, что можем. Можно пытаться создать комьюнити людей, которые что-то в этом роде бы делали, и тогда это был бы, ну, наверное, арт-проект в современном понимании. То есть, это, собственно говоря, перформативное искусство такое, которое собой пытается покрыть все сферы жизни. Ну, и можно было бы, наверное, создать такой проект, но сегодняшний иудаизм, он не таков. То есть, несмотря на эту тенденцию, которая присутствует в талмудической литературе и отбрасывает, на самом деле, свою серьезную тень на всю еврейскую культуру, в полноте своей еврейская культура так не живет сегодня. Ну, а мудрецы Талмуда так, с моей точки зрения, да, мудрецы Талмуда так жили, или, по крайней мере, так пытались жить. И, собственно говоря, все их главное направление, что ли, да, их деятельности, в том числе, которая зафиксирована в Талмуде, оно как раз заключается не в том, чтобы там правильно сделать что-то, а в том, чтобы это делание было наполнено определенным смыслом, символическим смыслом. И отсюда, собственно говоря, все эти рассуждения и все эти, да, и кивоки. Но при этом еще и важным аспектом этих их рассуждений является непрямоговорение. Про это мы тоже говорили, да, почему непрямо, почему не сказать все так, вот как я сейчас сказал. Потому что это в каком-то смысле эзотерическая история, да, то есть, а именно комьюнити людей, которые не говорят по-простому, да, говорят вот таким вот сложным языком, намеками. И эти намеки важны и для того, чтобы каждый оказался не марионеткой, а действующим лицом, то есть, сам дошел до каких-то вещей. С другой стороны, это устная тора, которая не должна была быть записана, и вот она записана таким образом, как будто она и не записана. То есть, то, что она записана, на самом деле, многого не дает, да, то есть, это не та запись, с которой можно контактировать по-простому. То есть, приходится вот сложным образом с этим текстом вступать в какие-то вот такие тяжелые взаимоотношения, которые требуют от меня реконструкции каких-то идей, не стоящих за этим текстом, которые мне не открывают, которые мы вот пытаемся как-то увидеть, какие-то через какие-то щели, да, через какие-то такие вот намеки. Они не специально на это намекают, да, это просто такой стиль говорения. Сравнить это очень, ну, как бы понять это очень легко, да, то есть, вы можете себе представить любую компанию, которая начинает, если долго общаются между собой, есть какие-то вещи общие между ними. И вот в эту компанию, когда ты приходишь, ты не понимаешь, о чем они говорят, да, то есть, у них есть свой язык уже, они цитируют там какие-то свои тексты, хохочут тогда, когда ты, на самом деле, тебе ничего не смешно, ты не понимаешь, почему смешно. То есть, это происходит, ну, практически всегда, когда возникает, ну, так называемое текстовое сообщество, так это называют сегодня некоторые ученые, но что значит текстовое сообщество? Это когда строится круг людей, для которых те или иные тексты оказываются как бы базовыми, основными, и они вокруг них что-то устраивают, неважно что, да, то есть, не знаю, в свое время мастер и Маргарита был таким романом, да, который позволял сплотиться вокруг, не знаю, какой-то компании, которая им зачитывалась и цитировала его и так далее, там, не знаю, Ильфа и Петрова и так далее. То есть, был набор, например, в среде моих родителей был набор каких-то текстов, которые были для них общими, все их знали, все их цитировали, с полуслова друг друга понимали, и если я не читал этого или не помню этого, то я не понимаю, о чем они говорят. Вот у нас ситуация примерно такая, да, то есть, но она еще сложнее, потому что, если наши родители все-таки основывались на каком-то тексте, который более-менее читабельный, можно его прочитать и усвоить, то здесь ситуация другая, она другая еще и потому, что, ну, например, текст Писания, который мы, ну, даже предположим, что кто-то из нас прочитал весь Тонах, этого мало, да, то есть, мало прочитать весь Тонах, необходимо еще и его знать в каком-то смысле наизусть, а кроме того, необходимо еще и уметь его структурировать не так, как он написан, то есть, не как последовательное изложение, а как разбитое на лексемы, на фрагменты текст, да, то есть, это разбиение, оно не всегда логически обусловлено, то есть, когда мудрецы Талмуда вырывают из контекста там два слова, три слова, да, и с ними играют, подразумевая, конечно, и весь контекст, то есть, нужно вот это умение, умение выделить не только смысловозначащие элементы текста, но и те, которые не являются смыслонесущими, они оказываются такими, ну, бусинками, с помощью которых начинается, собственно говоря, вот эта сама игра, то есть, это очень сложная история для нас, ну, и те, кто с нами читает, наверное, это ощущают тяжело, 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 неинтересно, наверное, я так думаю, хотя вы, как бы, коль скоро вы приходите, наверное, какой-то интерес есть, но вообще неинтересно, и не должно быть интересно, да, то есть, потому что это, ну, так он, ну, сяк он, ну, хорошо, так сказал, сяк сказал, там-сяк, то есть, ну, трудно, не очень интересно, текст, так сказать, сопротивляется своему прочтению, каждый раз нас оставляет во многом в дураках, и поэтому, да, это такая вот неблагодарная в каком-то смысле история, но если у вас есть оптимизм и надежда на то, что мы как-то что-то поймем, что мы можем понять, вот я только что объяснил, что можно понять, да, то хорошо. Ури, ну, вы замечательно, вот это очень интересно, ваша трактовка, ну, вот скажите, ведь Раша был, ну, человек очень большого ума, там, и так далее, образованности, и все, вот, вот он тоже дает, комментарий, и он, комментарий его далек от вашего, его комментарий обычно, ну, такой грамматический, как я понимаю, в основном. У него грамматический комментарий, Раша. Грамматический. Нет, я понимаю, да, нет, я говорю, что у него грамматический комментарий не на Талмуд, а на Писание, и то нельзя назвать его полностью грамматическим, но там есть элементы грамматики, здесь нет. Его комментарий к Талмуду – это на самом деле попытка сделать этот текст более читабельным. Он не пытается вскрыть все смыслы. Да, да, вот это и удивляет. Нет, ничего удивительного нет. Ничего удивительного в этом нет. Почему? Потому что, скорее всего, вот эта традиция непрямоговорения… Он ее разделял. Он ее разделял. Да, да, скорее всего, разделял. То есть эта традиция непрямоговорения, она в каком смысле сохраняется? То есть он берется за относительно скромную задачу. А именно, там, где вообще непонятно, где вопрос, где ответ. Нет, этого же непонятно. Да, то есть отвечают нам, спрашивают. Или что еще? Да, то есть вот его комментарий, он скорее является логическими такими мостиками, да, с помощью которых он делает текст, ну, как бы более понятным. Ну, также, например, вот современное, да, современное издание Штензаль. Что делает Штензаль? Штензаль тоже ничего не объясняет. Он просто делает текст более понятным. А кто должен объяснять? Должен объяснять не текст, должен объяснять учитель. Так, в идеале, да, то есть кто должен изучать? Кто носитель, как бы это? А вот там устная Тора, она передается. Да, есть текст, который зафиксирован, но он такой, что, в общем, его не прочтешь. А что же делать? А вот есть учитель, который как бы это объясняет. Поэтому письменный комментарий, он не выходит за рамки определенного рода задачи, да, то есть не только Раши, там, Рабейну Хананель или Рабейну Гершу, да, ашкинадский как бы комментатор, они делают какой комментарий? Перефрастический комментарий, то есть это парафраза. С одной стороны, объяснить незнакомые слова, с другой стороны, связать их предложения и показать, где что. Ну, как бы слегка структурировать этот текст, но вовсе не пытаться объяснять, уж не дай бог объяснять символические смыслы, это уж совсем. Поэтому. Понятно. Да. Понятно. Ну, большое спасибо, замечательное. Ну, что-то как-то прояснилось. Хотя бы не первый раз мне это объясняет. Не первый раз, да, не первый. Не первый раз. Ну, хорошо, значит, пока мы остановились на вот этом самом моменте, да, то есть он у нас связан с чем? Он связан с вопросом, с вопросом Раби Шимона Беглакиша, который говорит, как же мы должны понимать, то есть с чем мы должны сопоставить этот самый документ брачного договора, мы должны его сопоставить с развадным документом, и тогда разводной документ уж точно должен быть предназначен конкретной женщине. Если мы сопоставляем, то тогда и брачный договор тоже должен быть предназначен конкретной женщине. Или же мы сопоставляем брачный договор с деньгами. Деньги, на самом деле, безымянные, и, возможно, и брачный договор тоже должен быть безымянный. Это его вопрос. И на это Талмуд отвечает. И после того, как он задал вопрос, он сам же на него и ответил. Он говорит, ну, я сам знаю ответ на этот вопрос. Какой? Стих говорит, что там сказано и выйдет, и будет. Имеется в виду что? Имеется в виду стих. Сейчас не будем смотреть этот контекст. Он понятен. Мы с ним уже не раз сталкивались. Имеется в виду контекст развода. Когда говорится о том, что если понравится что-то мужчине, что не понравится там отдельный разговор, и даст он разводное письмо, выкатав лосефер критут, то есть напишет ей отделяющее ее письмо, и тогда она выйдет и будет с другим мужчиной. Вот это вы яца, вы гаита. Здесь не случайно вот это существование в браке называется гавая. Слово гавая как раз происходит от этого слова гая или гаита. Видите, будет, да? То есть и будет она женой другому мужу. Там, правда, сказано, что он тоже ее возненавидит, но это сейчас не настолько существенно. Важно то для Шимана Бен-Латиша, что эти слова стоят рядом и выйдет, и будет. И тогда получается, что гавая, выйдет я, то есть выход и, назовем это входом, то есть выход и вход, вот они стоят рядом. И отсюда следует, что документ, который, с помощью которого осуществляется кедушин, должен быть во имя этой женщины. То есть он должен быть написан для конкретной женщины. Еще раз скажу, что для конкретной женщины остается вопросом, имеется в виду с именем ее или имеется в виду с намерением отдать этот документ именно ей. Это можно и так, и так понять. И дальше, видите, нам помогает переводчик. Гемара исследует вопрос, связанный с документом, написанным без предварительного согласия женщин. Давайте посмотрим, как это комментируется. Итмар, к того лишьма, вышеломи дата. И вот, предположим, он написал для нее этот документ. Вот, вышеломи дата, но без ее ведома или без ее согласия, или без того, что она знает об этом. То есть, либо он намеревается, да, вот этой женщине, пишет и думает, так, вот эту, значит, Татьяну я собираюсь взять себе в жены. Но Татьяна про это ничего не знает. Он не сказал ей, Татьяна, я пишу сейчас документ вот для тебя. Да, ну, если так, то тогда Татьяна знает. А если Татьяна не знает, то возникает вопрос, что будет, нормально это или нет. Он нам написал, он для нее. Только что Рабишима Малакер сказал, что вообще документ должен быть написан для нее. И, может быть, даже с указанием ее имени. То есть, там будет написано, Татьяна, ты будешь мне жена. Но она про это ничего не знала. Так вот, вопрос, что будет с таким документом. Рава и Равина, Амри, мы кудешит. Рава и Равина, говорят, нормально, подходит. Несмотря на то, что она не знала, когда он писал этот документ, все нормально. А Равпапа и Равшравья сказали, Эй, нам и кудешит. А Равпапа и Равшравья сказали, что так не годится. То есть, она должна была знать. Ну, и дальше у нас объяснение. Амар Равпапа, то есть, Равпапа сам объясняет. Говорит, можно рассудить так, что можно понять, как бы, и их, а можно понять и меня. То есть, их можно понять, как? Поскольку написано, и выйдет, и будет, и выйдет, и войдет. Предположим, так давайте сейчас переводить пока. То есть, вышла от одного мужа и вошла к другому. И сопоставлено Макиш, Гавая Лейция, сопоставлено вот этот ее вход с выходом. И Ма Иция Лишма Вишиломида Ата, А в Гавая Нами Лишма Вишиломида Ата. И как выход осуществляется документом, который написан ради нее, но без ее ведома. Без ее ведома в каком смысле? Развестись можно и без ее ведома. То есть, слово ведома, может быть, здесь не очень даже хорошо передает то значение, которое здесь вкладывается. То есть, имеется в виду без ее согласия. То есть, женщину можно с ней развестись без ее согласия. Мужчина пишет ей вот этот самый, говорит, вот тебе, Татьяна, документ гетт разводной. Все, иди на все четыре стороны. Она ничего об этом не знала, не соглашалась. Хочет она, не хочет ее. Тем не менее, мужчина может ее отправить. И он говорит, что, наверное, те, кто сказал, первое мнение было какое, что несмотря на то, что она не знала, что он написал этот самый теперь уже брачный договор, не брачный договор, а документ, с помощью которого заключается брак для нее, тем не менее, она выгодышит. То есть, она посвящена ему. Почему? Потому что вот так же, как при разводе, неважно ее мнение или ее согласие, так и здесь неважно. Или это он говорит, а можно понять, как я? А как понять, как я? А это тоже можно основываться на том же самом стихе. И вот она вышла и вошла. Теперь он другое проводит сравнение. То есть, так же, как в случае вот этого пребывания, как в случае выхода необходимо мнение или согласие или знание того, кто продает в каком-то смысле. Он вспомнил снова про аналогию купли-продажи. И когда мужчина, муж прогоняет свою жену, то он в каком смысле ее продает кому? Ей самой он ее продает. Он переводит ее из своего владения в ее собственное владение. И в этом случае, безусловно, тот, кто переводит из одного владения в другого, то есть макне, необходимо, чтобы у него было здание. А ва-яба иногда от макне. Но тогда получается, что и здесь. А здесь кто в случае кедушин? Кто является продавцом? Продавцом является вроде бы женщина. Мужчина является как бы покупателем. Она себя вручает ему. И тогда, собственно говоря, необходимо как раз ее знание, мнение, согласие и так далее. То есть, получается, что сам прав папа рассудил так, что можно и так, и так понять. И снова все зависит от того, каким образом я... Теперь уже нет. Теперь уже не то, что все зависит от того, сравниваю ли я с Герушиной. Я сравниваю это с различным прочтением вот этого самого стиха, того же самого. И вышло, и вошло. То есть, вышло от одного мужа, вошло во владение другого мужа. И вот этот вход, если вход обеспечивается тем, кто себя как бы продает, так же, как и выход обеспечивается тем, кто продает, а именно муж, то тогда получается, что она не является Мекудешик. Она должна знать, что вот этот самый документ, который, правда, пишет не продавец, а покупатель. Покупатель не может написать документ без разрешения того, кто является продавцом. То есть не то же без разрешения, без его согласия, без его понимания этого, без его сознания. То есть вот это слово «да» очень сложно переводить. Вот это безведомо, хотя на самом деле «ведать» – это, собственно говоря, и знать. Но наша коннотация этого слова немножко иная, и мы можем запутаться. А в принципе, да, это знание, понимание и так далее. То есть она должна быть в курсе, грубо говоря. То есть она должна быть в курсе, что документ пишется ради нее с точки зрения Рава Папы. Но с точки зрения противоположной это не обязательно. Ну и дальше нам приводится сложность. Мейте вы, ставят трудность. Оказывается, есть барайта, в которой написано, что на самом деле вот эти документы, а именно ирусин, то есть помолвка, ирусин ванисуин, то есть ирусин – это помолвка, а несуин – это, собственно говоря, брачный договор, их пишут только с пониманием двух сторон, то есть с сознанием двух сторон. Тогда получается, что вот то первое мнение, что она является макудэшит, несмотря на то, что без ее ведома написали документ, хотя там написано Таня, но Таня ничего не знала, она не может быть никудэшит, согласно вот этой барайте. и есть попытка ответить на это. «Май лавшитры ирусин, вынесу имамат». Но второе психто. И, значит, задается вопрос, ну что имеется в виду именно настоящие вот эти самые документы, помолвки и, значит, свадьбы. Вот здесь мы находимся. Разве в Мишне не сказано прямо о документах ирусин и мусуим? Как видим, согласно Мишне, документ кедушин или иначе ирусин должен быть написан сведомо женщине, что противоречит мнению равы и равины. А Гемара отвечает «Ло, шитры ипсикто». Нет, в Мишне говорится, то есть это не барайта, а Мишна даже, то есть это мейтивый, когда ставится трудность, то ставится трудность не из барайта, а прямо из Мишны, где говорится о том, что вот эти документы ирусин и несуин должны быть написаны согласно мнению двух сторон, знанию, пониманию, мнению, ведомо, согласию. А Гемара говорит, что нет, на самом деле речь идет о документах соглашения, о документах, которые описывают условия, когда стороны договариваются по поводу взаимных обязательств перед свадьбой, и в них пишут, что и в каком размере родители новобрачных обязуются подарить жениху и невесте на свадьбу. В Мишне запись таких условий названа документом ирусин, который составляется с ведомой обеих сторон. То есть нам говорят сейчас, Гемара, что это не тот же самый документ. Гемара говорит, Раша, вот видите, такой обширный комментарий, потому что иначе мы запутались, а Раша нам помог и говорит о том, что речь идет про другого рода документы, сам там не очень объясняет, что это, написано, что рейпсик, то что такое рейпсик, то есть это просто установляющие документы, что они устанавливают, непонятно. Вот Раша объясняет, что они устанавливают. Они устанавливают условия. И это согласуется с мнением согласуется с мнением Рава Гиделя со слов Рава. И вот Рав Гидель говорит со слов Рава, что речь идет о чем? Речь идет о том, что одна сторона говорит, сколько ты даешь своему сыну? Тот отвечает так, ну, такую-такую сумму. А другая сторона спрашивает, а сколько ты даешь за свою дочку? Он говорит, так-то и так-то. И вот они, значит, взяли и согласились. И таким образом произошла сделка как бы. И вот эта сделка, она является, здесь Талмут нам говорит, это как раз те самые вещи, одна из тех вещей, которые приобретаются словом. То есть можно с помощью слова что-то приобрести. То есть достаточно того, что они договорились, посвятили. То есть жених посвятил невесту. Как он посвятил? Отдельный вопрос. То есть посвятил он как раз, может быть, с помощью документа еще одного. То есть они договорились, а затем он посвятил его с помощью документов. Они взяли на себя какие-то обязательства. Это тот вид обязательств, которые приобретаются не на основании акта приобретения, а на основании устного соглашения. Как здесь переведено, в Талмуте буквально сказано на основании только слов. То есть с помощью слова произошла сделка. это тоже отдельная тема, которая у нас плывет чуть позднее в Мишне. Какие вещи можно оформить их приобретение или переход из одного владения в другое с помощью только слова, а не какого-то формального акта, который бы это подтверждал или свидетельствовал об этом и так далее. Но получается, что речь идет вовсе не... То есть вот эта трудность, она отвергнута. И у нас эти два мнения так и остались двумя мнениями. Попытались одно из них отрезать за счет Мишны, где говорится, что необходимо мнение двух сторон. Оказывается, мнение двух сторон необходимо вовсе не для передачи документа или для написания документа Несуин или Кедушин, а для заключения сделки двумя сторонами. предварительных условий, предварительных условий и вот это. И есть те самые документы, о которых идет речь. И тогда получается, что два мнения, о которых говорил Раф Папа, что можно так рассудить и можно эдак рассудить. То есть можно рассудить с точки зрения покупателя и приобретателя, а можно рассудить с помощью развода и брачного договора. То есть сопоставляя одно с другим, можно прийти к разным выводам. Если я сопоставляю развод и на Кедушин, то получается, что мнение женщины неважно в тот момент, когда я пишу документ Тане. То есть Таня не обязана об этом знать. А если я сопоставляю так сказать, этот акт с тем, что происходит во время купли-продажи, то есть продавец всегда должен продающий или передающий из одного владения в другое всегда должен знать о том, что происходит. И тогда с этой точки зрения женщина обязана об этом знать. На всякий случай, да, можно, вы, наверное, легко сами можете додумать, как здесь работает символический смысл. Символический смысл работает очень просто. То есть если речь идет о том, как Бог приобретает народ Израиля, нужно ли, чтобы Израиль об этом знал или нет. Мы знаем историю с горой, которую поднял Бог и сказал, принимаете Тору хорошо, нет, значит, здесь ваша могила. И там получается, что независимо от того, знал народ Израиля, что это или не знал, это как бы не так важно. Хотя возможно, что это немножко история не совсем в ту сторону. Но так или иначе, получается, что вот здесь этот вопрос остается открытым. а именно некая возможность быть в курсе дела. Эта необходимость быть в курсе дела, она нужна была при даровании Тору или не нужна. Ну, как раз мы с вами неожиданно, может быть, у нас закончили фрагмент, который говорит про штраф. Вы помните, сколько у нас было про деньги? Про деньги у нас было огромное количество листов, а про документ все. На этом, собственно, все закончилось. Видите, это два противоположения. Одно из них связано с землей, как мы увидели, а другое связано опять с купли-продажей и с разводом. То есть развод каким-то образом играет определенную роль и в заключении брака или отражает, бросается в утень на это, или же нет, или, может быть, здесь происходит что-то другое. И на этом, собственно говоря, про документ Талмуд заканчивает. И следующий фрагмент уже посвящен вопросу о том, как женщина приобретается с помощью полового акта. Нужно вопрос? Да. Касающийся первой сегодня темы, почему приобретающий, то есть муж составляет этот акт продажи, да, почему не жена в связи с тем, как продает продавец. Ну, собственно, я не знаю, Талмуд рассматривает или нет. Просто такое, собственно, женщина не принадлежит сама себе, как товар, который принадлежит хозяину, который продал. Это мы знаем из того, что когда она дает недр, то есть обед, она зависит или от отца, или от мужа. То есть она не принадлежит себе полностью, да. И то, что уже было сказано, что она не может сама перепродаться. Человек, купивший товар, всегда может его перепродать сам. И тут как бы больше подходит сравнение с рабом, который тоже не принадлежит в общем-то сам себе. И когда покупают раба, я так думаю, я не уверен, пишет купщик сам покупатель его, а не раб, который себя продает. Это так или нет? Это не совсем так. Например, возьмем пример вдовы. Вдова принадлежит саму себе. Вдова в каком-то смысле, да, по-моему, вдова, если она вдова и в доме отца, она свой недор берет сама на себя и ответственность. Да, то есть получается, что потенциально женщина может принадлежать саму себе. Более того, наша Мишна так и говорит, а как она конает от сма, как она приобретает саму себя, значит, в принципе, она может кому себя приобрести. То есть здесь не совсем точно, что она не принадлежит саму себе. Вдова, да, вдова, все касается вдовы, то да. Ну, или уже разведенная женщина. Разведенная женщина, она принадлежит сама себе, как бы? Да, ну, это Мишна наша просто говорит так, как она саму летает, за счет разводного письма или до смерти мужа. И вдова, и развитенная женщина принадлежит самой себе, то есть потенциально она принадлежит самой себе, она не принадлежит самой себе, находясь в доме отца, потому что она несовершеннолетняя. Когда она совершеннолетняя, то здесь усложняется ситуация, да, то есть как раз Толмут в этот раз говорил о том, что если она уже взрослая, то все должно происходить не мидоатол, а мидоата, то есть она должна быть в курсе дел, а не ее отец. И поэтому здесь можно сказать, что это не совсем то же самое, что мужчина, но и не совсем то же самое, что раб. Не может сама себя перепродать, все-таки ее держит в зависимости, она ее может приобрести кто-то, но сама себя она перепродать не может. Ну, перепродать может быть и не может, но если вот она разведена, то она может себя как бы продать другому мужчине. Там это возникает. При этом она все равно не пишет, а пишет именно преподавающий муж. Ну да, тут как бы сложнее ситуация, понятно. Спасибо. Ну хорошо, друзья, до следующего вторника у нас следующая тема интригующая, сексуальная, так что в следующий вторник начнем ее. Счастливо. Благодарим. Хорошего вечера. До встречи. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.